Ладно, давай еще чуть-чуть почитаю и заканчиваю на этом. Мы все соберемся за столом с вином и с пловыми ртутами и поговорим об этом своем будущем, о настоящем. Настолько в Одессе наступают солнечные дни, Одесса становится блаженной. На лицах людей возникает сугубо одесская ленивая безмятешность, присущая жителям Юга. По правде говоря, меня всегда в Одессе это жутко раздражало и до сих пор бесит. И пока я читаю трудную книгу про становление нации и евреев, рядом сидящий мужчина жалуется дамам, что он купался, видите ли, последний раз, аж месяц назад. Война, видите ли, ему помешала. Слева от меня десяток дам бальзаковского возраста и один молодой, накачанный среди них, вздумали заниматься йогой. Видите ли, они ищут баланс жизни. А вообще баланс в Одессе есть всегда. И пофиг всем, что вонючие туалеты так и стоят годами. Кому нужны эти туалеты, когда есть море? На лицах людей повисло предпраздничное настроение. Семьи приехали на традиционные шашлыки. Дети уже надоели дома своим родителям. Местные шалманы пооткрывали мангалы. Все расслабляются как могут. Типа деситы вообще напрягаться умеют. Синие мешки с картошкой с каждым днем все падают в цене. Уже по 15. В ресторане богатые устроили банкет. Кто-то сочувствует бедным, кто-то наслаждается богатством. Страна контрастов и безмерных надежд. Страна, в которой, чтобы выиграть, надо вытянуть правильный лотерейный билет. Бывает очень полезно оказаться в нужном месте и с нужными людьми. Бывает всю жизнь идешь, ползешь, а потом окажется, что совсем не в том направлении. А Одесса живет. Одесса стоит. Одесса слепит. Одесса живет сегодняшним днем, как никогда раньше. Что будет завтра, здесь никого не волнует. Главное пожить сегодня. А жить в Одессе умеют. Еще как умеют. Вообще воздух во всех других городах отличается от Одесского. Хотя я мало где была, но мне кажется, что это так. Может потому что море, а может потому что Родина. Родина. У всех должна быть Родина. Родина это улицы. Это разная архитектура от советского конструктивизма до современной эклектики высоты. Родина это работники коммунальных служб в желтых жилетках, на службе у зеленого ландшафта города. И менеджер с телефоном в руках сбоку. Менеджеров в этой стране всегда было больше, чем рабочих. Родина это когда утром едешь, вся такая мечта, а тут перед тобой из магазина с кулаками выкидываются в дверь алкаша. Родина это море. Серебристое, ветреное, холодное, бодрящая, соленое, бурное. Каждый день разная, как характер женщины. А в нашем городе живешь всегда хорошо. В Одессе можно быть счастливой и без денег. Вот утром угостили кофе в буфете на малом фонтане. На ланджероне накормили блинчиками, потом еще кофе напоили, потом еще покормили, потом 50 грамм коньяка налили, а в кармане сдавалось еще 200 гривен. По моим законам экономики, деньги должны быть всегда в круговороте, никогда в кармане. В кармане они бесполезны. Купила у Молдаван тюльпаны, в магазине билет, новые трусы. Дала 20 гривен музыканту без глаза. У узбеков еще сулугуни в лаваше за 60 гривен. Я сижу на площади, жую сулугуни, слушаю гармошку, светит солнце, а напротив меня сидят холегантные старички рядышком. Старички никогда с друг другом не говорят, они уже все сказали. Им не нужно больше быть громкими, им не нужно больше все. Они просто сидят, ловят солнце, слушают гармошку. Катя тоже просто сидит. Сидит, кушает сулугуни, наслаждается солнцем и старичками. Сидит и думает, как же хорошо дома. Родина — это старички. И в горе, и в радость. Всю жизнь рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что еще здесь слово я почитаю? Слышишь, когда в кармане 200 гривен осталось, я выходила из соста? Что? В кармане утром было 100 гривен, когда возвращалась 200. Было ноль. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот что у нас продуктивное утро. Мои отношения с одессой напоминают аналогию отношений с мужчинами. Хотя все к ним властится, просит нежности и принятия. Даже любви уже не просит. Моей любви хватит на двоих. Они все норовят меня воспитать, поменять и изменить. А может, это и есть любовь. Как город воспитывает меня сквозь чертоги разума, так и в отношениях между мужчиной и женщиной невозможно что-то сохранить постоянно. Бывает нежность такая, как весна. А бывает грубость такая неприятная, как ветер зимой. А бывает серость и беспросветность, как кризис. Кризисы проходят. Любовь вечна. Как и добро. Как и желание менять что-то вокруг себя. Как город, так и людей. Город я научилась любить таким, каким он есть. Со всеми его шероховатостями и неровностями. Все прощать. Даже когда город меня не принимает и не понимает. Мы это пройдем. Мы помиримся. Мы пройдем этот путь вместе. А вот с мужчинами обстоят дела не так легко. Тут все туманно, как сегодняшний день. Утром теплом, вечером холодно. Или наоборот. А хочется, чтобы мужчина как дом. Как Одесса. Невозможно быть независимой от него. Хочется возвращаться и знать, что тебя здесь ждут и любят. Любовь такая штука. Все стерпит, все забудет. Но кое-что не простит. А все-таки прощать нужно уметь. Как и любить. Как и жить. В книжках об этом не напишут. Это прожить надо на своей странице. Списать слезами, радостью и счастьем.